Уроки вождения с Казимбельщик. Чего там? Просто окно закрыли и все, окей. Че они вообще чудят, я не понимаю. Ну, о, че делают-то? Она нас просто выпихнула на парковку, на которой вообще нет никаких мест. Мы что-то засрали нам весь день этот Макдональдс. Не знаю. Это лучшее, что могло случиться. Все, это будет просто бомбящий разгром. Через 2 минуты я на дуэки идут. Я вообще не поняла, что за персонал был. А, ребят, всем белкам на канале Белка. И у нас сегодня с вами обзор техасского меню. Вы просили, мы делаем. Я еще хочу заказать помимо техасского меню. Видела новиночки. Там у нас черничный пирожок и обрепиховый пунш. Будет у нас сегодня, получается, 6 новинок от Мака. И не знаю, просто мы приехали в самый час пик. Нифига себе, какая тачка есть. Смотри. Сейчас где-то. Опа. Ля-ля. Ну, просто Беверли-Хиллз не иначе, честно. Честно, они тоже в Мак. Тут, по-моему, все химки в Мак стоят. Тут, по-моему, все химки сегодня стоят в Мак. И мы решили вместе с ними постоять. Поэтому едем. Здравствуйте. А можно мне все меню техасское? Что там еще? Премьер. Что там еще? А это техасс. Да, да, да. Картошку, да? Да, картошку и такую, и такую, да. А чекен премьер это тоже техасское? Нет. Ну, техасс. Техассбургер только, да, да, да. Вот этот. И, пожалуйста, еще обрепиховый пунш и пирожок с черникой. А это разве точно все еще кофе вроде бы, да, у вас техасский? Хорошо. Кофе еще же, да? Техасский, вот этот ореховый. Нет. У вас его нету? Нету. Капучино лесное ореховое. Капучино лесное ореховое. Капучино с орехом. Ну, я и говорю, да. По-моему, не на техассском. Не на техассском, да? Ну, ладно, хорошо. Тогда все, да. Оставь там? Да, 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 оставьте, ага. Паш, сумма на 745. Спасибо. Это в техассском. Я же на сайте зашла, посмотрела, сразу говорю, ничего себе. То есть, они, типа, не уничтожали. Они даже не знают, что у них вообще умение у него. Ну, нормально, ладно. Премьер тебе зачем-то вписывал? Зачем, какой мне премьер? Я ему говорю, техасский. Ну, должны же мы хотя бы немного бы бомбить, чтобы вы не думали, что мы настолько сильно любима. Ну, конечно, настолько любим, но не настолько. Можно как готовиться, знаете, что там две свободные? А, то есть, мне просто нужно было и кофе только заносить. До кофе я бы дотянулась. А куда проехать, подскажите? Где свободное место? А тут нет свободных мест. Блин, просто окно закрыли, и все, окей, спасибо. Ну, а что мне проезжать, если сзади машин нету? Просто там нет места свободных. Ну, на любое свободное проехать. Так нету, нет. Тут датчики стоят, нам нельзя, чтобы здесь машины задерживались. Сегодня просто что-то вежливость, уровень, бог. Вот какой мне свободный? Вот где я должна? А, ну, вот туда, типа, езжу, блин. А там знак этот, что нельзя проехать. Там кирпич, что они вообще чудят, я не понимаю, ну-о-о. Все выливается, ай, не на ногу, а-а-а-ай. Блин, ну, ё-моё, ну, что происходит, что за нервоз вообще? Вот она встает на твое место. Там два места. Можно заказать? Да понятно. Да, Маш, ну что же у вас здесь с парковкой-то? Мы тут уже все. О, сейчас я сейчас машину вообще обозревать не буду, блин. Она нас просто выпихнула на парковку, на которой вообще нет никаких мест. И типа, идите куда, чего. Минуту всего делали заказ, мы могли бы постоять на этой локации. Да, 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 ничего бы не было. Никого сзади нас не было, что произошло, я не знаю. В общем, на пустом месте просто какие-то пигни. В общем, настроение все. Все, теперь я сейчас... На самом деле, я расскажу вам честно. Я уже попробовала одну вещь из тихоцкого меню, и это меня вообще как раз-таки сподвигло рассказать вам о нем, потому что мне вообще не понравилось, и мне есть о чем рассказать. Посмотрим, может быть, сейчас все будет по-другому. Может быть, в том Маке именно было так невкусно. Одну позицию, я вам сейчас все подробненько расскажу. Может быть, с этой позиции начать, пока она совсем не увянула? В общем, это была картошка. Мне очень захотелось попробовать. Мы что-то поехали в Мак, взяли чекен премьер. Он, кстати, очень вкусный. Сейчас не стали брать, я вам просто расскажу. Мне бутер понравился. Он не совсем новый, но приятный очень даже. В Макдонисе появилась у нас вот такая вот картошка. Так, это у нас... А, это по-деревенски, слушай, это, конечно, на жористке лучше выглядит, чем тогда. Вот, смотрите, у нас имеется такая по-деревенски. И... Ой, упала. Ну, слушай, ну ли упаковка бог? Упаковка бог просто. Все, в машине картошка. Мне что, в прошлый раз так упало? Ребят, вы очень продумали, я вам серьезно говорю. Это лучшее, что могло случиться. Ладно, оп. Слушай, здесь выглядит лучше. Если закрыть глаза на вот эту упаковку, которая вся развалилась, то выглядит очень даже солидно, в принципе, вполне себе. Не бери вилку с тобой. Да вот сейчас ищу, сейчас ищу. Не, ну вы серьезно? Они вилку не положили. А я чем должна есть? Я должна сейчас выйти, чтобы мою машину на штрафстоянку забрали и пойти в вилку, просто мне не положили вилку. Все, это будет просто бомбящий разгром техасского меню, я серьезно говорю. Ну, давайте здесь так, руками, а что делать? Мне не положили ни одной салфетки, вообще ничего. То есть, как я должна это есть? Ну, что понятно. Придумалась сама, мать, в общем. Ну, когда берешь обычную картошку фри, она вот хрустит, приятная. Здесь она какая-то пожухлая. Даже вот без соуса, как будто она уже, ну, долго лежала. Мне соус понравился, его хоть побольше стало. Да, вот в прошлый раз вообще... Честно, вот в Шакшаке такой вариант картошки гораздо вкуснее. Я вот вам, правда, говорю. Она сама по себе еще такая более толстая, она ребристая, кусочная. Здесь она такая уже пожухлая. Бекончик такой подсохший. Мне вообще не нравится такое. Я хочу попробовать по-деревенски. По-деревенски выглядит, кстати, гораздо лучше. Тут и бекончик, сыр, все такое. Ммм, по-деревшке лучше. Сказать, что это какой-то вау-взрыв? М-мм, да? Это прям... Это такое ощущение, что вот у них есть картошка, которая через две минуты ее надо выкидывать. Да-да-да. Я не такие, давай ее соусом с багрем. Ну, типа, они придумали меню. Да-да-да-да. Специально для такого продукта, который уже нужно утилизировать. Он еще норм, но уже не первой свежести. Это тоже такое ощущение. Залили соусом, ну и вот тебе и техас, техасским. Так, а в чем у нас прикол техасского бургера? Давайте с вами посмотрим. Так, у нас здесь салат, какой-то соус. Не знаю, посмотрим сейчас. Просто котлетка, сырок и снова бекон. Соус может быть тоже вот а-ля сырный. Не знаю, что-то я даже не прочитала. Я просто хочу сейчас попробовать и вам расскажу уже, что по вкусу будет. Выглядит как такой стандартный, в принципе, бутерезмака. Ну что, вкусно? Ну, котлет как всегда суховатый, как в Макдонасе, но... Ммм, что-то пикантное пошло. Ну, такой типа чизбургер, чикен-чизбургер, только с говядиной. То есть вот очень вкусно. Интересный, без мариновных огурчиков вроде, но соус приятный. Ну, а вот это достойный бутер. Ну, котлета очень сухая. Ну, как и всегда стандартно в маке. Еще новая. Я картошечку возьму. Без вилки, конечно, жрать это очень неудобно. Не, ну я вообще не поняла, что за персонал был? Вкусный бутер, ну, такой островатый. Островатый, приятный. Чикен меня зарадовал больше, чикен-премьер именно, потому что там просто котлеты вкусные. Потому что куриные котлеты у них очень удаются. А говяжий, конечно, так... Кофе ореховый, она такая... А, что? У нас нету. Чего у вас нету? Как у вас нету? Вы Макдональдс, блин, вы большая сеть. В смысле у вас нету? Вы че? Нет, самое главное, что у них все есть. Просто человек не шарит меню. Да, у нее нету. Наклеечка орех-орех, чтобы мы вдруг не забыли. Так. Классический капучмаки. Да. Какая-то жижа-жижная. Ни вкуса, ни кофе, ни молока, ничего. Я как-то вот пробовала в кефсе имбирно-пряничный капучино. Он прям был очень-очень сладким. Но он как раз забивал вообще всю непрелесть зерна кофейного. Но было вкусно. Знаете, такой вот сироп такой бодяжный пьешь. Прикольно. Здесь вообще сладостей нету. Не сладкий. Ореха тоже нет. Это горечка, которая у меня во рту это от кофе, а не от ореха. То есть я вообще не понимаю. Это что вообще? Это что за... Знаешь, как будто бы водоросли губка такие. Как? Что-то ослоилось там, да, кажется? Да, ослоилось. А где? А ложки? Нам даже ложку не дали. Слушай, ну вот она реально положила сахар в салфетку, но без ложки. Без ложки, да. Ну ты как должна вообще вот это вот как я сейчас должна это пить? Ой, у нас какая тут ложка есть. Ух ты, ски и все ложки. Ух ты, ски и все ложки, да. Знаете, чем пахнет? Персиком почему-то очень сильно пахнет. Персик маракулы такой, как будто бы курс. Ну вот вода с добавлением облепихи. Как будто бы насыщенности нет вообще никакой. Просто жидкая бурда. Мне не нравится. Не насыщена никак. То есть для чего этот напиток слушает, я не понимаю. Если типа там, знаете, это а-ля имбирный чай, которыми ты хочешь там согреться, когда у тебя там горло болит или замерз. Вот это, ну, просто вода. Ну вы же видели, как все отслоилось. Там нет никакой насыщенности. Они добавили какую-то бурду туда. Какую-то пюрешку, может, а-ля. Уж вообще замороженную. И нам приготовили такую. Ну давайте хотя бы черничный пирожок. О, здесь прикольно тоже тема, что два пирожочек маленьких. Вот это мне вообще нравится. Можно поделиться с другом. Можно не делиться с другом. Ну, пирожок в маке. Бомба, как всегда. Поделись с другом. Вообще вкусно. Это вкуснее, чем вишневый. Шедевр. Реально бомба. Все, чтобы для сашечки взять. Нормально. Пирожок хороший, но это не техасское меню. По мне техасское меню... Просто высосанное из пальца. Высосанное из пальца, да. Вот итальянское было прикольнее. Потому что там была вот эта пита. Она вообще какая-то интересная и необычная. На мой взгляд. И там шейк был очень вкусный. Моей маме прям безумно понравился. А это как бы, ну... Бутер норм, но он похож на все остальные бутеры. Ничем вообще не отличается. Картошка точно не достоит вашего внимания. Причем картошка, в принципе, это классная. Ну, концепт такой. Я давно такое хотел. Да. Но реализация... Ну, я говорю, в шак-шаке она хорошо реализована. Очень вкусно. А эта, ну... Как бы, не знаю, пожухлая. То есть, вот надо для сравнения брать вот такую картошку. И сразу еще просто обычную. Знаете, там среднюю какую-нибудь фри. Посмотрим. Она просто будет разной. Ну, мы просто недавно брали. Я вам как бы говорю. У меня была вкусная. У тебя была вот такая. Ну, да, да, да. Умершая. Вот. Ну, так что вот такие вот у нас итоги. Ну, что, ребят. Всем большое спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам понравился этот выпуск. Мы что-то прям пригорели сегодня жестко. Вот. Я теперь думаю, вы поняли вообще, что стоит брать, что не стоит брать. Но всегда, естественно, складывайте свое мнение. Меня слушайте. Но сами идите, пробуйте. К картошку можете попробовать. Ну, хотите попробуйте, ладно. Все. Увидимся с вами уже совсем скоро. Пожалуйста, не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать мои ролики. А мы увидимся с вами уже совсем-совсем скоро. До новых встреч. Всем пока. Всем пока, до новых встреч Покупайте мерч Всем пока, до новых встреч Покупайте мерч Всем пока, до новых встреч Покупайте мерч Ссылка в описании Ссылка в описании Ссылка в описании Дальше не придумал